Это сирена. Громкие ЧП за неделю. Страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 5 минут. Засекайте. Класс-призрак. Экс-тренер по гребле целый год преподавал в несуществующей группе. Как это было? Железно. Житель Горок перевез без малого 2 тонны металлолома. Ценный груз. Что будет с фигурантом? Банный день и трава у дома. Жаркая неделя бобруйских спасателей. Только у нас подробности из будней огнеборцев. Мы начинаем. На перекрестке двух дорог в Бобруйский молоковоз влетел в легковушку. Двух человек госпитализировали. Анастасия Шевцова передает с места ЧП. Не разъехались. Грузовик врезался в легковушку прямо на границе Ленинского и Первомайского районов. Обе машины ехали по Крылово. МАЗ в первой полосе, иномарка во второй. На перекрестке с Гоголя малолитражка повернула вправо. Молоковоз был забит под завязку и не успел затормозить. Авария попала на камеры СТО, расположенного неподалеку. Легковушка развернулась на 180, вылетела на зеленую зону и врезалась в забор. Теперь здесь огромная вмятина. Отвалились два диска и зеркала заднего вида. В салоне француза было три человека. Хозяйка авто, ее мама и дочка. Водитель отделалась легким испугом. Остальных госпитализировали в больницу с небольшими порезами. Я ехала по второй полосе, поворачиваясь с улицы Крылова на улицу Гоголя. И в меня врезался молоковоз. Я так понимаю, что он ехал по первой полосе, по запрещенной. Но хотел меня обогнать. Почему? Потому что получается, что движение было уже на мигающий зеленый свет. На перекрестке с улицы Гоголя водитель дачи Логан заняла вторую полосу и намеревалась повернуть направо. Водитель грузового авто занял крайний правый ряд. Однако водитель грузового авто поехал прямо. В результате произошло столкновение. Шофер грузовика отказался от комментария. Кто прав, а кто виноват, выясняют сотрудники ГАИ. Анастасия Шевцова, Владимир Гребеневич. Бобруськ, 360. Горячие факты. Ход с постройкой с Береговой у сухая трава в Михалево. А минувшие выходные для бобруйских спасателей снова прошли с огоньком. С легким паром. В частном секторе на Береговой сгорела баня. Когда спасатели приехали на место ЧП, языки пламени пробивали сквозь крышу. Огонь в любой момент мог перекинуться на соседние дома. Бойцы МЧС прибили пламя водой, но пожар успел натворить бед. Проводка буквально расплавилась. Доски перед баника превратились в угли. Каменные стены покрылись копотью. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Наиболее вероятная версия данного пожара – нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств. Тем временем деревня Михалево оправляется от пожара. Местный житель решил сжечь ненужный хлам прямо во дворе. Порывистый ветер погнал пламя за двор. Огненная волна накрыла около сотни метров земли. Необходимо учитывать погодные условия. Ветреную погоду разводить костры запрещается. При разведении костров необходимо постоянно находиться рядом, наблюдать за процессом горения, а также иметь первичные средства пожаротушения. Такие как запас воды, лопата. За неделю в Бобруйске спасатели больше 30 раз тушили мусор. Еще в четырех случаях горела сухая трава. Статистика вторит. Причина таких ЧП – небрежное отношение к правилам пожарной безопасности. Максим Кембель, Максим Глёнко. Бобруйск – 360. На выходных в близ деревни Старина Горецкого района правоохранители задержали МАЗ. В кузове машину находилось почти две тонны лома. Документов на перевозимый груз водитель, житель Горок, предоставить не смог. Сотрудникам милиции мужчина пояснил – металл собирал сам, затем планировал сдать в пункт приема. Изделия на общую сумму в 3000 рублей в настоящий момент изъяты. Проводится проверка. За нелегальную транспортировку мужчине грозит административная ответственность. По сведениям Управлением по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилёвского облсполкома за три месяца текущего года сотрудниками милиции на территории области изъято 325 тонн лома и отходов черных металлов, более 16 тонн цветного. На общую сумму – 139 тысяч рублей. На проспекте строителей среди ночи загорелся автомобиль. Когда спасатели прибыли на место ЧП, машина вовсю полыхала. Пожар уничтожил моторный отсек и кузов. Пострадавших нет. Причина сейчас выясняется. Схожий случай произошел на трассе под Бобруйском. На дороге неожиданно загорелся грузовик. Как позже выяснилось, вспыхнул груз в прицепе. Автомобиль, как сообщается, перевозил профиль ПВХ. Момент возгорания фура находилась на обочине. Водитель остановился передохнуть. Вернувшись, мужчина вызвал спасателей. За три дня в Могилевской области из-за пала травы сгорели несколько домов. В деревне Боровая Чериковского района огонь перекинулся на дом. И сразу четыре постройки. В Красавичах Климовического сельсовета из-за полыхающей травы сгорел сарай. В селе Михайловка семейная пара наводила марафет в полисаднике своего дома. Сухую растительность решено было выжечь дотла. Всего пару минут потребовалось огню, чтобы перекинуться на соседний участок. Бобруйский АБЭП накрыл преступную схему в одной из спортивных юношеских школ. В мошенничестве подозревается экс-тренер по гребле. Мужчина в течение всего года вел занятия в двух несуществующих группах. Персональные данные подростков тренер вписал в журнал учебно-тренировочных занятий и якобы продолжил заниматься с ними еще один год. В журнале подозреваемый оформил соответствующие разделы и регулярно выставлял в нем отметки о посещаемости детей. Сведения, которые использовал фигурант, это данные бывших учеников. Те давно покинули школу. За год тренер обогатился почти на 10 тысяч рублей. Сейчас подозреваемый арестован. Власти Колумбии накрыли зоопреступную сеть. Контрабандисты занимались нелегальной продажей бахромчатых черепах. Их также называют матомата. Общая стоимость партии на черном рынке в странах назначения составляет не менее четверти миллиона долларов. Это была Сирена, ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Риенс. Увидимся через неделю.